Я считаю, вы должны максимально оценить этот муд, когда после видео про Эйса выходит видео про Акайну. Приветствую, меня зовут Сойер, и сегодня немного поговорим об Акайну. А именно, о его тёмном прошлом и как он стал таким человеком, как и мы его сейчас наблюдаем. Собранным, хладнокровным, безжалостным, исполнительным и несущим абсолютную справедливость. Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что на фоне кого угодно, вера Акайну в абсолютную справедливость непоколебима. Сам Акайну будто является материальным воплощением этой идеологии. Но почему она в нём настолько сильна, что взрастило в нём настолько острое чувство справедливости? Для ответа на этот вопрос вернёмся в далёкое прошлое и взглянем на изображение Акайну в детстве. Он выглядит очень потрёпанным, а на его теле видны ссадины, очевидно после драки. Кроме того, в своей руке он держит нож. Смотря на эту картину, несложно прийти к выводу, что его детство было весьма опасным и граничило с постоянным риском для жизни. Но почему же? Мы знаем, что Акайну родом из Нордблю, море, в котором произошло немало трагедий. Захватчики власти и жестокие правители Винсмаки, которые устраивали войны по всему морю. Нищие портовые города, где люди живут среди мусора и вынуждены сражаться за свою жизнь. Геноцид целых городов и прочие ужасы. Зимний остров, на котором рос Акайну, очень вероятно также не стал исключением и был местом, наполненным хаосом. Бесконечные войны и преступления истязали эту страну, что побудило Акайну, будучи столь юным в возрасте, взять в руки оружие и сражаться просто за то, чтобы выжить в этой проклятой земле. Шанс умереть был настолько высок, что даже ночами Акайну вместо сна бодрствовал, дабы сохранять бдительность. Что касается его родителей, то вероятно они были убиты в результате очередной бессмысленной резни от рук пиратов или другого рода преступников. Нечто подобное стало бы лучшим фундаментом для Акайну, чтобы взрастить в нём вот эту гиперболизированную ненависть к преступникам, что мы видим сейчас. После смерти родителей, Акайну остался совсем один. Потерял всё, кроме животного стремления выжить. Но затем он нашёл то, во что мог бы искренне поверить. Когда Акайну уничтожил эвакуационный корабль лишь потому, что на нём мог оказаться хотя бы один учёный Ахары, он произносит такую фразу «Зло должно быть уничтожено полностью». Это очень напоминает Аку-соку-зан. Дословно означает «Уничтожить зло немедленно». Это считается одной из форм крайне радикального правосудия и является девизом, который объединял солдат в Японии конца 19 века, период революции Мэйдзи. Но что важно для нас, это также является девизом Хаджима Сайты и отряда Шинсенгуми. Хаджиме Сайто – это персонаж из аниме-манги Бродяга Кэншин, который был основан на реальной исторической личности – Хаджиме Сайто. К слову, Ода до того, как писать One Piece, был ассистентом у мангаки автора Бродяги Кэншина. Таким образом, вдохновением для девиза «Абсолютная справедливость» мог бы послужить именно девиз «Аку-зоку-сан». Особенно, что первая часть этой фразы «Аку», которая переводится как «Зло», очень созвучна с именем самого Акаину. Ну и, конечно, идентичность этих двух идеологий. Также «Аку-зоку-сан» опирается на строгий кодекс Шинсенгуми. Шинсенгуми – это специальный полицейский отряд самураев в Японии, чья справедливость основывается на кодексе и этом дивизии. Ода уже продемонстрировал нам различные государственные правоохранительные органы, к примеру, в той же Вану, где тоже есть собственная полиция самураев. В стране, где рос Акаину, также мог быть отряд Шинсенгуми. Этот отряд состоял из элитной группы самураев, чьей целью было оказывать сопротивление бесконечным преступлениям и хаосу в стране Акаину. Будучи ребенком, Акаину вдохновился идеологией этих людей, видя, как отчаянно они противостоят злу. Наконец, он обрел надежду и узрел истинную силу правосудия в той форме, в которой оно только и может существовать. Бескомпромиссное уничтожение любого вида зла. Доказательством этого можно рассматривать надпись на его шапке в детстве. Справедливость. Акаину мог сделать эту надпись на своем головном уборе, чтобы всегда помнить, за что он сражается, после чего он начал обрушать правосудие на каждого злодея. Так как Шинсенгуми это самурай, базирующийся на искусстве владеть мечом, Акаину начал подражать им, используя для боя довольно большой, относительно его роста, нож, напоминающий больше клинок. И как мы помним, еще молодой Акаину, служа в дозоре, использовал катану, вероятно, как основной боевой стиль. Однако теперь, после того, как он дослужился до звания того, кто отдает приказы, а не исполняет, и после того, как он съел фрукт, видимо, свою катану он отложил на полку. Что, тем не менее, не лишает нас на 100% шанса увидеть Акаину в действии, или созреть его искусство владения клинком, которое, я уверен, на высоком уровне. Что, вообще-то, неудивительно, так как подготовка дозорного, очевидно, включает в себя навыки фехтования. Так как мы видели, что каждый из адмиралов является выдающимся мастером меча. Кизару великолепно прессинговал выдающегося мечника Рейли на Сабаоде. Аокидзи также демонстрировал высокий уровень навыка владения мечом. И Иссо Фуджитора также превосходно обращается с мечами. Как мы знаем, Акаину поступил на службу в дозор в 23 года. Вероятно, это было вызвано его желанием значительно масштабировать свое правосудие, так как морской дозор является организацией мирового уровня, нежели Шинсенгуми, в чьей юрисдикции находился только один остров. Однако, на этом изображении Акаину, как мы видим, все же не носит форму полиции и адекватного оружия. Вероятно, в силу юного возраста и неопытности, он еще не мог присоединиться к отряду и нес бремя своей справедливости в одиночку, став кем-то другим, став чем-то другим. Он стал одиноким мстителем, который искоренял любое зло, что попадется ему на глаза. С возрастом он мог делать это уже официально, в составе полиции Шинсенгуми. И еще позже, в 23 года, он пошел служить в армию морского дозора. Ну и доказательством можно, конечно же, считать и в целом весь этот японский самурайский вайп в дизайне Акаину. То есть, ну он же прям супер японский. Дизайн его лица напоминает японское лицо. Татуировки цветов из японской культуры, похожие на татуировки цветов у самураев Вану, которая тоже имеет японский вайп. У нас ведь даже обложка есть, на которой Акаину исполнен в сеттинге Японии. Ну и что самое явное, как по мне, это его имя. Сакадзуки. Это ведь так по-японски и так созвучно даже с именами правителей страны Вану. Узуки. Амасуки. Шимацуки. Сакадзуки. Мм? Я не буду говорить, что Акаину как-то связан непосредственно с Вану, так как, скорее всего, нет. Потому что, ну, все видео в целом я говорю совершенно о другом. Вот это его японщина, скорее всего, именно идет от его культурной связи с японской полицией и с этим кодексом справедливости самураев Шинсенгуми. У Акаину даже есть татуировка с мечом на правой руке. Знаете, когда она у него появилась? Конечно же, когда он служил самураем в отряде Шинсенгуми. Мир Ван Пис очень разнообразен. Возможно, остров, на котором вырос Акаину, напоминал культурой своей страну Вану, что и объясняет там наличие самурайского отряда полиции. Я вас уверяю, это имеет крайне высокую вероятность, так как люди неоднократно покидали Вану. И на примере того же Юсабуры мы видим, что основывались даже целые деревни, носящие имена выходцев из Вана и перенявших культуры этой страны. Но об этом подробнее мы поговорим в будущей теории про тайну происхождения Зоро. После того, как Акаину присоединился к отряду Шинсенгуми, он узнал о том, что зовется Железным Кодексом. Согласно истории, Шинсенгуми чкили и следовали строгому кодексу, который имел название Железный Кодекс. Он гласил, что побег с поля боя это абсолютный запрет. А даже если лидер отряда погибает, весь остальной отряд должен продолжать бой до конца, даже если им придется умереть. Нарушение этого кодекса равносильно смерти. Догмы этого кодекса настолько засели в голове Акаину, что он следует им до сих пор. Именно поэтому мы можем наблюдать вот эту маниакальность у Акаину, когда он готов убивать даже своих за то, что те думают сбежать с поля боя. Ведь в его видении такой опции просто нет. Побег не работает в обе стороны. То есть даже если противник сбегает, то ты все равно сражаешься до конца. Идеология Шинсенгуми целиком и полностью воплощена в одном Акаину. Его взращивали с этими принципами, а его внутренняя ненависть к любому виду зла усиливала эти устои многократно. В результате чего это абсолютное чувство справедливости засело настолько глубоко в его голове, что Акаину стал таким, каким мы его сейчас и знаем. Справедливость на спине, метка отряда Шинсенгуми на руке и железный кодекс в голове. Вот что это за человек. Сакадзуки Акаину. Как известно, внешность Акаину основана на актере по имени Бунта Сугавара. Этот актер сыскал наибольшую славу за роль в фильме «Борьба без правил». Сугавара исполнял роль бывшего солдата, который присоединился к Якудзо. Тут мы можем видеть параллель, как бывший солдат Шинсенгуми вступает в другую организацию – «Морской дозор» на службе у мирового правительства. Впоследствии он стал человеком, которого Гарасеи сделали адмиралом флота, то есть высшим чином в «Морском дозоре». Думаю, вы и сами прослеживаете аналогию с Гарасеями – боссами Якудза, которые всем заправляют и решают, кого можно ставить по главу организации, непосредственно подчиняющейся им, а кого нет. Как сказал однажды Аокидзи, «Абсолютная справедливость порой ведет людей в пучину безумия». И в случае с Акаину все именно так. Его безумие с каждым разом становится все сильнее и сильнее, и спастись от этого не представляется возможным. Такова одна из версий о прошлом Акаину и его мировоззрении. Поделитесь мыслями насчет этого в комментариях и поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также я хотел бы поблагодарить всех прекрасных девочек и мальчиков, что оказали поддержку подпиской на Бусти. Очень признателен. Залью туда сейчас всякое. Видос Прозора тоже делается. Все, пока.